Константин Ивлев раскрыл секреты своего 18-летнего брака. Самый главный специалист по еде в нашей стране и телеведущий Константин Ивлев был замечен в кулинарной студии в центре Москвы, где его окружали многочисленные любители готовить, преимущественно девушки. Ведущий рассказал, что появился здесь неспроста. Он принял участие в социальной программе по подготовке молодоженок к быту. Вкуснее не скажешь, поскольку реально опасается за то, что в скором времени люди вообще перестанут что-либо готовить. Ивлев решил исправить эту ситуацию и начал с мастер-класса, где научил готовить поклонников три блюда. Когда я учился за рубежом, мой преподаватель рассказал такую интересную вещь. Сейчас во всем мире в большой степени в развитых европейских странах люди пользуются общепитом на 50-60%. Но в 2019 году это будет уже около 100%. Естественный вопрос, почему? Все очень просто. В 80-х годах женщины начали заявлять о своих правах и пошли работать. При этом у них стало меньше времени. Они зарабатывали денежку. Они не хотели иной раз что-то готовить и у плиты стоять. Проще заплатить деньги. Но в кулинарии, как и в любом другом навыке, надо совершенствоваться. И у нынешнего поколения будут рождаться дети, которые уже не передадут навыки приготовления еды. И поэтому их дети вместо того, чтобы готовить, начнут отправляться в точки общественного питания. Но я этого не хочу, а мечтаю показать, что готовить – это настоящее удовольствие. И надо готовить из правильных и полезных продуктов, поделился Константин неожиданной информацией. Также он пояснил, что готовка является своего рода крепежом для прочных семейных отношений. Вот у меня дочка и жена здесь присутствуют. Мы 23 сентября отметили 18 лет со дна нашей свадьбы. А в общем мы знакомы с ней еще больше. В моей семье все любят поесть. Еда – это очень важный проводник нашей жизни. Не только единоречные, но и, соответственно, семейные. Чем больше времени будете проводить на кухне, тем лучше станете друг друга слышать и помогать. Благополучие нашей семьи заключается в том, чтобы уметь слушать друг друга. Поделился Ивле своими секретами долгого счастливого брата.